Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. Республиканский маджлист Алимов прошел в Чародинском районе Дагестана. Арена славы поможет выявить талантливую молодежь. Об итогах первого этапа конкурса сегодня в выпуске. В селении Тлярош Чародинского района прошел республиканский маджлист Алимов, посвященный памяти видных ученых-богословов, уроженцев сел Гачадинского сельсовета. Инициаторами и организаторами богоугодного мероприятия выступили Имам Чародинского района и Дагестанская региональная общественная организация «Молодежь Чародинского района». Перед присутствующими выступили с речью религиозные деятели в лице полпреда Муфтеата Республики Дагестан в Горном территориальном округе Хасана Магомедова, имама района Ахмада Абдурашидова и других. В своих выступлениях они рассказали о почтенных Алимах Дагестана, о важности следования за теми, чей жизненный путь, по словам выступавших, является образцом для подражания. В свою очередь глава Чародинского района Мухидим Магомедов поблагодарил всех, кто занимается духовным просвещением в районе и тем самым оберегает молодежь от попадания в радикальные течения. Также в ходе мероприятия были награждены победители и призеры прошедших скачек на призы имама Чародинского района Ахмада Абдурашидова. Мы все знаем, что есть немало случаев, когда люди, будучи плохими, исправлялись, становясь праведниками и наоборот. И поэтому, чтобы быть успешными, нужно следовать за успешными людьми. И за всю историю человечества не было более успешного человека, чем пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, хадис которого гласит, что у каждой вещи есть рудник, а рудник богобоязненности – это сердца, познавшие Аллаха. И нам следует идти по этому пути, пути богобоязненных и познавших Всевышнего. Фестиваль детского и молодежного творчества «Арена Славы» стартовал в Дагестане. Цель конкурса – выявление и поддержка талантливой молодежи республики, сохранение традиций народной культуры, приобщение молодого поколения к мировому искусству. Показательные выступления коллективов творческих детских и молодежных объединений с городов и районов Дагестана в возрасте от 7 до 18 лет прошли на концертной площадке стадиона «Анжи-Арена». Конкурсанты представили свои номера в номинациях «Хореография», «Художественное слово», «Игра на академических и народных музыкальных инструментах», «Цирковое искусство», «Актерское мастерство», «Вокал на родном, русском и иностранных языках». «В горах мое сердце, а сами внизу. Прощай, моя Родина». Для участия в конкурсе «Арена Славы» необходимо заполнить бланк на сайте телеканала «Первый Каспийский». И только 30 лучших пройдут в отборочный тур, который состоится 13 августа. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Ларианы Шемхалаевой. В Казбековском районе пройдет турнир по 3D-стрельбе из лука. Второй международный турнир по 3D-стрельбе из лука «Каньон-2017» пройдет 5-6 августа в Казбековском районе. Соревнования посвящены памяти главы селения Зубутлими Атлиша Мордана Салимагаева и проводятся с целью развития стрельбы из лука и повышения квалификации дагестанских лучников. В международном турнире примут участие около 150 лучников из регионов России, а также гости из стран ближнего зарубежья. Конкурс по выбору региональных операторов по обращению с отходами объявлен Дагестане. Министерство природы республики проводит конкурсный отбор региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Заявки будут приниматься до конца августа. Более подробно о конкурсе можно узнать на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Сезон охоты объявлен открытым. На территории Дагестана открыт сезон охоты, который продлится ровно год. В период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 охота разрешена на тура дагестанского, косулю европейскую и бурого медведя. Охотники обязаны иметь охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а также разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия. В некоторых случаях требуется путевка договор с охотопользователем. Заявки на участие в конкурсе «Молодой предприниматель» будут принимать до 15 августа. Прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» продлен до 15 августа. На данный момент поступило порядка 20 заявок. Участвовать в региональном этапе может любой гражданин России в возрасте от 14 до 30 лет, который ведет предпринимательскую деятельность на территории нашей республики. В Хасавюрте состоялось закрытие первого чемпионата по мини-футболу среди молодежи Казбековского района. На протяжении 4 месяцев 14 команд бились за первое место. Турнир стал настоящим спортивным праздником для молодых ребят. В соревновании не было фаворитов, и все игроки демонстрировали интересную и честную игру. Всего в турнире приняло участие более 150 игроков. По итогам соревнований третье место заняла команда «Барракад», второе место – команда «Кайлы». А победителем турнира стала команда «Меч». Целью мероприятия явилось укрепление спортивных традиций района, единение и привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культуры и спорта. В церемонии закрытия турнира приняли участие полпредмуфтеатр Республики Дагестан в Центральном территориальном округе Абдула Аджамалаев и имам Казбековского района Шамиль Курбанов. В завершении мероприятия состоялось торжественное вручение кубка в медали грамот и денежных призов победителям и призерам турнира. Искренне каждого из вас поздравляю за то, что мы с вами очередной раз вот так собрались, проводим вот такие мероприятия, именно спортивные мероприятия, потому что они становятся причиной сближения друг к другу, укреплению братских отношений между нами. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 59 рублей 84 копейки, евро 70 рублей 73 копейки. А это были все новости к этому часу. С вами была Хадежа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!